ОМТВЮА про Головне У нас нет, у нас вот есть 600 тысяч на фронте, там чуть-чуть там в резерве, а нужно-то гораздо больше. Республиканец Майк Джонсон, спикер и председатель Палаты представителей США, обнародовал объем помощи, которую Конгресс должен одобрить в ближайшую субботу. Он включает в себя 61 миллиард долларов в Украине, 26 – Израилю, 8 – Тайваню. Спикер Джонсон заявил, что предоставление помощи Украине является критически важным. «Я делаю здесь то, что считаю правильным. Я думаю, что предоставление летальной помощи Украине прямо сейчас является критически важным. Мы не можем играть с этим в политику, мы должны поступать правильно», – отметил он. «Необходимо уточнить, что это тот самый законопроект, который выдвигался в марте Макколом и был поддержан Грэмом, а значит и Трампом, и который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале. А потому его сразу же поддержал и Байден, и другие демократы. Я немедленно подпишу эти законы, чтобы послать миру сигнал, что мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха», – сказал Байден. «Теперь остается надеяться, что все пойдет по плану и в субботу ночью голосование состоится. А не по плану могла бы пойти попытка импичмента Джонсона. Но судя по тому, что законопроект одобрен и Байденом и другими демократами, то, скорее всего, есть договоренности с Джонсоном о его спасении. Также необходимо отметить, что условия в виде кредита распространяются только на сумму, выделенную для экономического развития, а это менее 8 миллиардов долларов из общего пакета. При этом 50% может быть списано при условии, если Украина не сможет его вернуть, а оставшиеся – 50% после одобрения Конгрессом». Опа! Опа! Резиновый попа! Ха-ха-ха! Звучат заявления о военной помощи также в Евросоюзе. Там говорят, что помощь Украине – это вопрос не месяцев, а дней и недель. Такое заявление сделал глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам первого дня работы Европейского саммита. «Очень важно, чтобы мы выполнили наши обещания Украине. И я могу заверить вас, что все заинтересованные стороны, все участники делают все возможное, чтобы ускорить процесс, приложить больше усилий. Мы знаем, что за очень короткий период времени мы увеличили наш оборонный потенциал в плане производства и производственных мощностей, но этого недостаточно. Нам нужно сделать больше, и мы стремимся использовать имеющиеся запасы, особенно в области систем противовоздушной обороны». В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у членов Альянса в целом есть достаточное количество систем противовоздушной обороны, чтобы удовлетворить потребности Украины. Столтенберг отметил, что в Европе расположено намного меньше 100 систем ПВО, о которых ранее упоминали отдельные европейские чиновники. Но у Альянса, по его словам, есть значительное количество батарей «Патриот». Это также отражает тот факт, что США, а это союзник с наибольшим количеством батарей «Патриот», имеет глобальные обязательства. Но реальность заключается в том, что у нас есть доступные системы, и их достаточно много, чтобы поставлять Украине значительно больше. Генсек НАТО также подтвердил, что 19 апреля состоится внеочередное заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, на котором, среди прочего, будут обсуждаться поставки систем противовоздушной обороны и снарядов. Премьер Нидерландов Марк Рютте и вовсе предложил выкупить системы «Патриот» у стран, которые не хотят их напрямую передавать Украине. По его словам, у союзников на это есть средства. Добавлю, что Германия недавно пообещала предоставить Украине одну систему противовоздушной обороны «Патриот». Больше средств противовоздушной обороны, такие призывы звучат из Киева, так говорит президент Владимир Зеленский. На ваш взгляд, слышат ли президента Зеленского в Брюсселе? И то, что говорят сейчас, это действительно то, что превратится позже в действие? Или такие символические заявления о поддержке Украины? Так или иначе, международная политика не работает по щелчку пальцев. То есть не может быть ситуации, например, вчерашнего налета на Чернигов и завтра комплексы ПВО отправляются в Украину. По одной простой причине. У каждого государства, очевидно, есть законодательство в сфере обороны, которое запрещает отдавать то, что даже нам кажется излишним. И с одной стороны. А с другой стороны, эти комплексы – это высокотехнологическое оружие. И просто так его, ну, просто так передать или просто так быстро произвести достаточно сложно. Меня интересует больше другое. Почему, когда почти 800 дней широкомасштабного вторжения, эта тема все еще актуальна? Ведь это не танки, это не F-16. Это именно оборонительное оружие. Мы же видим с вами, что и Патриоты, и Сэмпти, они направлены на то, чтобы уничтожать российские ракеты, которые бьют по мирным городам. А почему раньше в этом вопросе Запад не действовал более активно? Я думаю, я знаю, что Украина просила и ранее предоставить ЕРУ, ну, зенитно-ракетные комплексы. Первые Патриот были предоставлены в декабре 22-го года. Но вместо этого мы слышали, в том числе и от американских разных чиновников, о том, что украинцы не могут освоить Патриот. Украинцы не могут освоить Хаймарс. Но при этом, два года назад, почему-то украинцы противокорабельной ракетой украинского производства «Нептун» потопили ракетный крейсер «Москва». Флагман российского Черноморского флота, который и уничтожение которого серьезно изменило баланс сил в Черноморском и Средиземном море. То есть, ну, понимаете, это напоминает такое отношение, что Запад вроде как смотрит за тем, как Украина ведет войну. Да, сочувствует, да, испытывает эмпатию. Но когда надо помочь не людьми, а поставками оружия, мы ведь понимаем, что и оружие, и деньги – это тот ресурс, который, в принципе, возобновляем. Правда ведь? Это не человеческие жизни. Я понимаю опасения западных политиков, которые не хотят прямого столкновения войск НАТО с Россией, потому что смерти солдат из государств НАТО, возможные, гипотетические, чего сегодня нет, это будет проблема для многих политиков. Это понятно. Но какой может быть проблема, если поставлять оборонительное вооружение? Чем вы это объясняете, медлительность Запада относительно систем ПВО, которые никаким образом, кажется, не угрожают странам НАТО, если речь идет о полномасштабном столкновении с Россией? Ну, тут есть еще комплекс такой, знаете, что говорят о том, почему Польша не сбивает там российские ракеты в своем воздушном пространстве. Или Румыния. Или еще, или там, возможно, еще где-то на территории Болгарии были дроны. Дело в том, что я понимаю, что нет политического решения, что это по каким-то, скорее всего, еще старым нормативам НАТО воспринимает удар по такой ракете, как едва ли не объявление войны Российской Федерации. Ну, извините, 8 лет назад Турция сбила буквально российский истребитель-бомбардировщик, который на 5 секунд залетел в ее воздушное пространство. Что, началась война? Нет, Эрдоган, он иногда даже с Путиным сегодня обнимается, ничего страшного. А Турция ведь такой же член НАТО, как, ну, например, как Польша или Франция. То есть нет политической воли, нет того, чтобы видеть, каким может быть мир без России. Пока НАТО не будет видеть, и НАТО, и Европейский Союз, ну, я скажу так, страны Запада, не будут видеть, каким может быть мир без России, они будут вести себя именно таким образом. Я считаю, что после инаугурации Путина, которая пройдет 7 мая, в ближайшие полгода после нее, то есть до конца 2024 года, мы станем свидетелями, а кто-то станет и непосредственным зрителем этого, провокации России против страны НАТО, Которая может закончиться тем, что Россия попытается поставить под сомнение пятую статью Вашингтонского договора, способность коллективной безопасности. Это не означает полномасштабную войну, это означает провокацию, ну, что-то, если говорить по-человечески, что-то вроде оплеухи публичные, знаете, подойти к человеку и влупить ему по морде. Вот так вот Россия будет действовать в отношении НАТО. И пока НАТО не будет демонстрировать готовность поддерживать Украину, эта опасность будет только увеличиваться. Но за оплеухой также может последовать реакция, а может и не последовать. На Ваш взгляд, в случае подобной провокации будут ли реагировать страны Запада? Или Путин настолько запугал Запад, в том числе и ядерной угрозой, что Запад, в том числе и такого рода оплеуху может пропустить, дабы не провоцировать Путина с ядерным оружием в руках? Я надеюсь, что нет, но Вы не случайно упомянули о факторе ядерного оружия, потому что наличие тактического ядерного оружия в Беларуси делает вероятной площадкой для такой оплеухи геополитической именно Беларусь. Потому что с ее территории можно зайти, например, на территорию Польши, Литвы или Латвии, там взять кусок территории и сказать, а что Вы дальше сделаете? У нас тут тактическое ядерное оружие, эскандеры стоят у нас за спиной с ядерными ракетами. Вы их сможете уничтожить или как? Ну, я пытаюсь моделировать логику. Я бы не хотел, чтобы Путин мог даже иллюзию иметь на тему того, что он может запугать Запад. Потому что если он запугал Запад, то это проблема для всех нас без исключения. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022-м. Это попытка ее прекратить. По Белгороду работают вот эти системы залпового огня, чешские, которые называются вампирами. Продолжение следует...